Обратились ко мне представители мелкого и среднего бизнеса Гагаузии. Пожаловались на то, что с некоторых пор у нас происходит нелояльная конкуренция в автономии. Кишиневские компании открывают здесь свои филиалы. Мы ничего против этого не имеем, это соответствует закону. Но идет нелояльная конкуренция. Получается так, что высасываются все ресурсы с региона. Филиал здесь оставляет мизер налогов. Когда дело касается проверки, наша налоговая инспекция доблестная, филиалы не суется. И не идет и не проверяет, как там просроченные продукты продают, как там продают просроченные моющие средства и так далее. А наша налоговая инспекция идет и проверяет экономических агентов из Гагаузии. Штрафует их, посты выставляет, потому что на филиал он пост не может выставить. Получается, отсюда все ресурсы выкачиваются в Кишиневе. Налоги платятся в Кишиневе, а потом говорят, вы дотационный регион. Давайте-ка пусть они зарегистрируются как экономические агенты здесь. Мы ничего против не имеем, чтобы они имели головную кампанию в Кишиневе. Но будьте добры, зарегистрируйте свою кампанию на территории автономии, платите все налоги здесь, как положено. И пусть это будет конкуренция действительно реальна. Мы то, что сегодня наблюдаем, уже пошел процесс выдавливания мелкого и среднего бизнеса из Гагаузии. И вот эти мощные кампании, которые в Кишиневе уже монополизировали, используя политическую крышу и олигархические группы, монополизировали полностью все сектора, они уже распространяются по всей территории, уже в Гагаузии лезут. Таким образом вытеснят всех мелкий и средний бизнес и наш местный вытеснят. А это люди, которые работают, платят налоги, живут здесь. Поэтому условия должны быть равны. Поэтому, господин Фролов, подготовьте мне список. Все компании, которые открыли здесь филиалы, особенно это касается торговых точек. Производство, все, мы не трогаем производство. Но там, где касается торговли, я хочу проанализировать, в каких секторах, сколько торговых предприятий, где эти компании расположены, они здесь зарегистрированы или просто зарегистрированы здесь как филиал, сколько они платят налогов, и сколько платит аналогичная компания, которая работает у нас в автономии, зарегистрирована в автономии, и сравнить. И я уверяю вас, вы увидите там копейки филиали, а основную нагрузку мы ложим на мелкий и средний бизнес свой здесь в автономии.